В Ужгороде суд решает, что делать с пятью задержанными за кражу солярки. Два дня назад мы рассказывали о дельцах, которые умудрились украсть 18 тонн солярки прямо из трубопровода. Топливо они перекачивали к себе во двор. Детали этой истории узнали наши корреспонденты. Горное село Соль. Здесь часто бывают туристы, поэтому, когда ничем не приметный дом купили приезжие, якобы под дачу, соседей это не удивило. Там ремонт делали где-то неделю. Кто-то купил, никто фактически не знает. Стену внутри дома дельцы снесли, чтобы можно было поставить огромные бочки. В них закачивали солярку. Топливо поступало вот по этому шлангу. Тянулся он два километра до трубопровода, по которому перекачивали солярку. Это работа проведена для того, чтобы сделать такую криминальную врезку. Именно работники по обслуживанию трубопровода обнаружили нелегальную врезку. Вызвали полицию. Выключено снаряды, а именно насос для перекачивания солярки. И автомобиль, микроавтобус «Мерседес», в яком были бочки и скрадены соляркой. Аналогичные бочки найдены в будинку. Сегодня задержанными избирали меру пресечения. Их подозревают в краже в особо крупных размерах. По предварительным данным, они украли солярки почти на 2 миллиона гривен. Общаться с журналистами не хотят. Прокуратура требует оставить всех пятерых задержанных под стражей. В отношении четырех решение уже принято. Содержание в СИЗО либо залог 320 тысяч гривен каждому. Сейчас заседание продолжается. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.